Господь хочет, чтобы мы в святости совершали святыню Господню. Мы это понимаем? Аминь. И с другой стороны. Господь хочет, чтобы у Тебя и меня было дерзновение. Что значит дерзновение? Это значит приступать к престолу благодати с полной верою. Никакого сомнения с полной уверенностью, что Господь, Он меня просил, осветил, омыл, очистил. Я прихожу к Нему, и Он дает мне спасение, и Он дает подкрепление через это служение. Я хочу сегодня обратиться ко всем тем, кто может в сердце своем имеет обиду или непрощение. Ты не будешь иметь свободы или дерзновения. Тебе нужно прощение. Тебе нужно прийти к Богу с полной верою. Я прошу Тебя, сегодня это сделай во имя Иисуса Христа. Знай, что по жизни, идя здесь на земле, ты можешь встречать сосуды гнева, как некогда фараон, как на уходоносов. Так сегодня по жизни ты можешь встретить даже близких друзей, которые что-то причинили тебе. Но я хочу себе сегодня сказать очень важную вещь. Запомни, что то, что случается в твоей жизни, это не между тобою и им. Это между тобой и Богом, который испытывает тебя, который проводит тебя, который любит тебя, который хочет приготовить тебя для Царства Небесного. Если ты будешь так смотреть, что Бог ведет тебя по жизни и дает тебе прожить каждый день по Его Святой Воле, ты будешь совершенно по-другому смотреть на людей, даже на тех, которые хотят причинить тебе что-то нехорошее. Друг дорогой, я сегодня хочу сказать тебе, сделай сегодня хорошее дело, друзья мои, это очень просто. Вот так кто-то рядом, вон, Саша, Миша, повернитесь друг к другу и скажите друг другу, сделайте это, это не дело веры. И скажите, Иисус любит тебя. Ну, сделайте, не бойтесь, не бойтесь, это не страшно, это правильно. Иисус любит тебя. Ради Иисуса Христа прости сегодня всех твоих обидчиков. Ради Иисуса сделай это, потому что Бог в Сыне Своем подарил тебе спасение. Он дал тебе прощение через кровь Иисуса Христа. Сделай это сегодня, и ты увидишь, как мир Божий придет в твое сердце, как мир Божий наполнит тебя. И Бог будет с тобой в этом собрании, и ты почувствуешь свободу, и ты будешь видеть славу неба, потому что эта жизнь, в которой ты проживаешь, она между тобою и Богом. Бог тебя избрал, Бог тебе подарил спасение, Бог тебя простил. Прощай своих ближних, и будешь прощенный, и будет мир в твоем сердце, и Бог даст тебе благодать. Аминь, аллилуйя. Слава Иисусу. Псалом 5. Услышь, Господи, слова мои, вразуми помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать, ибо ты Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Давайте встанем и помолимся. Слава Господу, Церковь. Благословен наш Господь, даровавший нам этот день прекрасный, теплый. Слава Иисусу. Вы знаете, что смерть Господня, это не только грусть, это и радость, это и победа. Аминь. Вот мы празднуем смерть Господню и воскресение Господня. Это два великих праздника, что сделал Иисус для нас. Что мы не сироты, что мы не отбросок этого мира, но мы дети Его, благодаря крови Иисуса. Аллилуйя. И это действительно драгоценный подарок, который даровал нам сам Господь Иисус. Отдал свою жизнь за нас. Пришел. Когда мы были еще во грехах, когда мы были потеряны, мы ничем не лучше в этом мире других людей. Но Иисус пришел и отдал свою кровь. И пришел пред престол и сказал, Отец, вот моя кровь, вот я заплатил за них. Теперь они дети мои, теперь они искуплены моей кровью. И Слово Божие говорит, это не простая кровь, это не простая цена была заплачена, это не золото, не серебро. Это драгоценная кровь Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу за кровь Иисуса. Давайте воздадим славу Богу. Давайте мы воздадим в пении нашему Богу. Будем продолжать быть в молитвенном состоянии. Воздавать славу Иисусу. Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо Ты был заклан своей кровью, искупил нас из всякого колена и племени народа. Ты соделал нас царями и священниками Богу. Аллилуйя. Наш Господь достоин. Давайте открывать свои сердца и превозносить Его. Аллилуйя. Слава Богу нашему. Музыка Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, Ибо ты был заклан своей крови и скупил нас. Из всякого колена племени народа И соделал нас царями. Аллилуйя! Слава! 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 Ибо Ты был заклан, Своей кровью искупил нас Из всякого колена племени и дорога И садил нас царями, Аллилуйя! Слава, слава, живущий по веке веков! Слава Тебе! Слава, слава, живущий по веке веков! 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 Слава, слава, живущий по веков! Слава, 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 живущий по векам! Застойт хвалы и чести! Ещё будем поклоняться Господу! Церков Господа, ты невеста у Христа! Церковь Господа, слушай голос жениха, Он тебя избрал, возлюбил и оправдал. Аллилуйя, пой, Аллилуйя, ты Христу, о Господу пой. Пой, Аллилуйя, слышишь, пой, Аллилуйя, пой, Аллилуйя, ты Христу, своим кругом пой. Пой, Аллилуйя, слышишь, пой, Аллилуйя, пой, Аллилуйя, ты Христу, мой. Церковь Господа, ты невеста у Христа, Церковь Господа, слушай голос жениха, Он тебя избрал, возлюбил и оправдал, Славою и счастью увечал. Церковь Господу, слушай голос жениха, Церковь Господа, слушай голос, Пой! Аллилуйя! Пой! Аллилуйя! Пой! Аллилуйя! христиан а 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 Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Ты Христу Своему. Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Ты Христу Своему. Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Ты Христу Своему. Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Ты Христу Своему. Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Пой, Аллилуйя, Ты Христу Своему. Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, Ты мне показал путь спасения, Дорогу вверх, дорогу любви. Ко мне сошел ты с ним весь, И открылись глаза, Глаза мои. Иискала я лишь звук наслаждений, Желала счастья только себе. Но ты трещет над тобой, Чтобы все сменить в моей судьбе. Ты — Альфа, И Альфа, И Альфа, Я верю в Тебе. Ты — Господь, Иисус, И это в моей молитве сплою. Стою я, Стоим ты один, Наш Спаситель, Христос Божий Сын. Ты страдал за грехи все ломил, И умирал на готовском поселе. Но потом, в эти дни, Ты — Воскрес, Ты — Воскрес, Оправдань меня в царстве небес. Ты — Альфа, Иисус, 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 Иисус. Ты — Альфа, И Альфа, И Альфа, Я верю в Тебе. Ты — Альфа, И Альфа, И Альфа, И Альфа, Иисус, Иисус, И это в моей молитве сплою. Я знаю, мы один, наш Спаситель, Христос Божий Сын. Ты страдал за грехи все ловили, умирал на готовском весе. Потом и в воскресе, оправдай меня в Царстве Небес. Мой Господь за Иисус, пред Тобой я молитве спою. Я знаю, мы один, наш Спаситель, Христос Божий Сын. Ты страдал за грехи все ловили, умирал на готовском весе. Потом и в воскресе, оправдай меня в Царстве Небес. Оправдай меня в Царстве Небес. Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать славу нашему Господу. Сегодня наша Церковь приветствует тех, кто у нас есть гости. Мы рады видеть и по-особому мы сегодня рады. Муж Оли, за которого мы молились, сегодня у нас в Церкви скажем слава Богу. Он сегодня в конце служения скажет что-то для народа. Я думаю, хорошее свидетельство и благодарность за молитвы. У нас сейчас есть небольшая программа, стих Оксана расскажет. Пожалуйста, Оксана, выйди сюда. И дети Гриши Цубера споют псалом. Даник и Неля. Слава Господу. Я расскажу стихотворение. Люди били Иисуса. Люди били Иисуса. Люди били Божья Сына. Не уйти, не отвернуться от ужасной той картины. Били злобно, били просто, с упоением и с досадой. Плетью били, били тростью, били страшно, беспощадно. Били молодой и старой, по спине ли, по плечам ли, С чего-то не было ударом. И хотелось закричать мне. Люди, что же вы творите? На кого подняли руки? Посмотрите, посмотрите. Обрекли кого на муки? Люди, это не преступник. Божий Сын, над кем глумитесь? Это Бог ваш и заступник. Ваша жизнь. Остановитесь. Мне казалось, что кричала. Но уста закрыты были. Я смотрела и молчала. Люди Иисуса били. И смеялись, и плевали. И венок сплели терновый, в багряницу одевали. Мне хотелось крикнуть снова. Что плохого Он вам сделал? В чем пред вами виноват Он? Ко кресту прибили тело. На Голгофе жизнь распята. Нет, не закричу, не смею. Камень на душе. Кто снимет? Я не лучше этих смертных. Мне ли суд вершить над ними? Шаг я сделала к подножью. Силы не было для крика. Сердце плакало. Сын Божий. И на мне тот грех великий. Били злобно. Били просто. И в толпе той я стояла. И не плетью, и не тростью. Боль тебе я причиняла. Не брала гвоздей руками. А к распятию причастна. Сверху донизу грехами Крест Голгофский опечатан. Вот свои грехи я вижу. Боже, сколько их не знаю. Больно, стыдно, страшно. Ниже, ниже голову свою склоняю. И не крик, а шепот робкий. Занемевших уст слетает. Иисус, прости. И кротко Он ответил мне. Прощаю. Аминь. Иисус, прости. Иисус, прости. Иисус, прости. Словно травы шелестят слова. Как слова и травы жизни схожи. Как говорят светная трава. Есть слова темы темы и тоже. Я смотрю на лук цветы одеты, как прекрасен сочный храм покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, состоящие из мудрых, добрых слов. Субтитры создавал DimaTorzok Я смотрю на лук цветы одеты, как прекрасен сочный храм покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, состоящие из мудрых, добрых слов. Субтитры создавал DimaTorzok Словом можно душу искалечить, словом можно раны исцелить. Тяжкий груст, недобрых слов на плечи, берегитесь ближнему свалить. Я смотрю на лук цветы одеты, как прекрасен сочный храм покров. Научи нас, Бог, дарить букеты, состоящие из мудрых, добрых слов. Субтитры создавал DimaTorzok Я вместе с вами хочу сказать слава нашему Господу, дорогие друзья, что его верность, она велика, что по милости Господне, как говорит Священное Писание, мы еще не исчезли, мы еще на земле живых. Я уверен, что его милость, она обновляется каждое утро, потому что верность его велика. Хвала ему. Мы имеем особое сегодня служение, уже было сказано передо мной, и я хочу это подчеркнуть еще раз, что, которое требует особого подхода, которого требует... Священное Писание говорит, чтобы человек испытывал сам себя, человек посмотрел еще раз на свое состояние, не на состояние рядом сидящего человека, а посмотрел на свое состояние и на свое положение перед великим Богом. И имел это право через кровь Иисуса Христа, как мы уже сегодня пели здесь, прикасаться к этой святыне, чтобы получать благословение, чтобы иметь жизнь. Мы будем сейчас совершать еще такое одно особое служение, которое совершил Господь Иисус. Но немножечко-немножечко перед этим я хотел бы порассуждать. Знаете, на прошлой неделе, как это правильно подобрать слова, имел такую как бы неосторожность, что ли, услышать и увидеть выступления некоторых пастырей, которые в своих выступлениях, может быть даже сказать напрямую, они говорили такие превознесенные речи, они напрямую оправдывают убийство, они это говорят напрямую, так вот, знаете, и я немножко, ну, даже как-то страшно стало, смотря на, в какое время мы живем, в какое время будет жить наша молодежь. Апостол Павел сказал слова Тимофею, и я немножечко, я прочитаю их. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. Надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недрежулюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И, знаете, если, например, сказать, ну, там, как это, характеристика этого мира, то, может быть, было бы и «it's okay», да? Потому что, ну, мир, он может сказать, лежит во зле, и можно было бы, ну, как-то сильно так и не переживать. Но последние слова, которые здесь написаны, они подчеркивают, что это люди, которые находятся среди верующих людей. Потому что написано «более сластолюбивы, нежели боголюбивы и имеющие вид благочестия, а силы его отрекшиеся». И, знаете, я так, ну, как-то больно даже становится и думаю, надо как-то нам быть выше этого. Нам надо как-то больше искать лица Господнего. Нам надо больше приближаться к Господу, нам надо больше своим примером показывать это молодежи, что они видели это в нас и, как Священное Писание говорит, научились возлагать упование свое на Господа, независимо от обстоятельств. Потому что у меня очень, ну, как бы сказать, задели одни слова, одна фраза, которую я услышал из уст этих же братьев. Они сказали «обстоятельства поколебали богословие». То есть, когда они, ну, оказались в таких обстоятельствах, то их, как бы сказать, на чем они стояли, это начало рушиться. Еще одно, которое мы сегодня пели, я хотел бы подчеркнуть тоже. Когда Иоанн, он увидел великое множество написанных стоящих людей перед лицом Господним, перед престолом Божиим, то после всего взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Анцем в белых одеждах, и с пальмами, ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря «спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Анцу». И мы сейчас пели этот псалом, тоже перекладенный на следующее место, которое написано в Откровении, что стояли эти люди и говорили «ты достоин», они преклонялись перед Анцем и говорили «ты достоин», потому что «ты кровью своею искупил нас из всякого колена народа, языка и племени». И знаете, я очень сомневаюсь, что небо, оно будет поделено на какие-то участки. Я очень сомневаюсь, что небо, оно будет поделено на какие-то слои общества, где каждый может сказать, что смотреть на кого-то свысока, может быть, как-то смотреть на кого-то и сказать, что «я выше тебя, а ты недостоин», я, может быть, по какому-то положению, хоть бы по какому, как бы сказать, «выше тебя». Но там написано, что «ты искупил нас Своей кровью». И за каждого из нас была заплачена одна и та же цена. Цена крови Голгоф и цена крови Иисуса Христа, Сына Божьего, Творца неба и земли, Творца всего. И там, на небе, любовь, она пребывает вечно. Вера, она закончится. Надежда, она прекратится здесь, на земле. Но любовь, она пребывает вечно. Любовь, которую подчеркнул апостол Павел, и он сказал, что она не гордится, она не превозносится, она не ищет своего. И филиппийцам Павел сказал, что у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Я лучше прочитаю. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмеренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувства, а не о какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, смирил себя, а был послушным даже до смерти и смерти крестной. У вас должны быть те же чувства, а не как и во Христе Иисусе, который, будучи Богом, он не считал это хищением, он не считал, что это неправильно быть равным Богу, когда он даже был на земле, в человеческой плоти. Он был Богом, но написано, что он смирил себя, смирил себя до смерти и смерти крестной. И Матвей говорит, придите ко мне, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я вас успокою, научитесь от меня, научитесь смирению. Он говорит, ибо я кроток и смирен сердцем. Придите ко мне, научитесь от меня. Нам надо быть ближе к Господу. Нам надо как-то идти искать присутствие Его во всей нашей жизни, чтобы наше основание, оно было твердое, оно было основано на скале. чтобы, как апостол Павел сказал, что ничто, оно не может отлучить меня от любви Господней. Ничто, какие бы обстоятельства ни постигли нас в нашей жизни, ничто, оно не должно поколебать наше богословие. Ничто не должно поколебать наше основание. Потому что все это основание строится на одном стихе, я как бы сказал, на золотом стихе Библии, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего единородного Сына, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это основание стоит, оно стоит на том, что поставил печать свою Господь. Еще один пример, который совершил Господь Иисус, живя на этой земле. Я хочу, чтобы мы совершили это то же самое служение, которое совершил Он и сказал, что если я Господь и Учитель совершил это, то и вы должны перед праздником Пасхи, Иисус знает, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову и Скориоту предать Его, Иисус знает, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Потом дальше говорится то, что как Он подошел к Петру, как Петр перед этим, который исповедовал Его Сыном Великого Бога, который понимал, кто есть перед Ним сейчас, склоненный на коленях, Он сказал, не умоешь ног Моих вовек. Но Господь Иисус, Он, во-первых, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, Он до конца возлюбил. Он явил делом тем, что Он Бог, но Он смирил себя, стал подобным человеком и смирился до положения раба. Потом Он сказал, что вы правильно говорите. Когда Он вместе с ними возлег опять и одел одежды своей, Он сказал, что вы правильно говорите, я Господь и Учитель. Да, я Господь и Учитель, но если я умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, потому что я дал вам пример. Давайте встанем, помолимся Ниму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие возлюбленные Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие возлюбленные Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Асфин заявил DimaTorzok Братья и сестры, мы с вами искуплены не чем-то другим, а как только кровью Иисуса Христа Слава нашему Богу. И апостол Петр говорит Дороже крови Иисуса Христа нет ничего. Вы представьте себе, когда мы чувствуем, что мы искуплены кровью Иисуса Христа, мы можем говорить, дьявол, во имя крови, пролитые на голгосом, присти, отойди от меня, не искушай меня, и мы будем иметь победу. Когда может быть какие-то назойливые мысли или еще что-то неладное в нашей душе, мы можем прозвать кровь Христа. Это есть великая святыня. Она капала на горе Голгофе, и она сегодня вопиет каждому грешнику погибающему с той горы Голгофе, где была пролита кровь. Слава нашему Господу! И, братья и сестры, кровь Иисуса Христа принесла в нашу жизнь прощение и освобождение от грехов. Скажем, слава нашему Господу! И еще, кровь Иисуса Христа может очистить нашу совесть. Есть совесть порочная, есть совесть сожженная, и другая совесть есть, которая может быть не чистая какая-то совесть, но кровь Иисуса Христа может очистить. И еще, кровь Иисуса Христа принесла в нашу жизнь спасение. Слава нашему Господу. Мы спасены, братья и сестры, благодаря пролитой крови на Голгофском кресте. Еще. Кровь Иисуса Христа принесла защиту нам. Мы находимся под защитой Его крыл. Мы поем такой благословенный псалом. И мы защищены кровью Иисуса Христа. Еще. Кровь Иисуса Христа принесла нам примирение друг с другом. Братья и сестры, я рад, что я ни на кого ничего не имею и со всеми в мире, благодаря пролитой крови на Голгофском кресте. Скажем, слава Богу. Это сделала кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа примирила нас с Отцом Небесным. Он сидит одесную Бога, как я уже сказал, и ходатуйствует за нас с вами. Еще. Кровь Иисуса Христа открыла путь в присутствие Божье. Я хочу, чтобы мы с вами продолжали сегодня быть в присутствии Божьем. Господь сегодня коснулся нас через пение, через молитвы. Пусть Он сегодня коснется и через это Слово, которое мы с вами слышим. Как хорошо, братья и сестры, когда мы находимся в присутствии Божьем. Это прекрасно. В этот момент, когда мы находимся в присутствии Божьем, мы не имеем посторонних мыслей. Мы находимся с Богом. Господь в нашей внутренности. Как один брат сказал, я имею Иисуса Христа внутри моего организма. Братья и сестры, Господь сегодня с нами. И я сегодня провозглашаю власть Христа в этом служении. Делаю это во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня присутствие Божье коснется каждого. Мы предстали пред величия Божья. Сегодня Царь Царей. Господь, господствующий здесь. Слава Богу! Аллилуйя Ему! Я прочитаю о страдании Господа Иисуса Христа, и мы будем приступать к великому служению. Это будет от Луки, 23 глава, с 33 стишка. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо они знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий. Стоял народ и смотрел, насмехали же вместе с Ним и начальники, говоря, Других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий. Так же и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский!» Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас!» Другой же, напротив, унимал Его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и Сам осужден на то же?» «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» И сказал Ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю!» Было около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и солнце померкло, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, и сказал, «Отче, в руки твои предают Дух Мой!» И сие сказал, и спустил Дух. Сотних же видел происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно, человек этот был праведник!» Братья и сестры, это очень сильное историческое событие, сильное повествование о страдании Господа Иисуса Христа. Я прочитал это за несколько минут, но это происходило долго. Наш Иисус Христос висел на крестообразном дереве в течение шести часов. Под тяжестью тела разрывались раны и струилась кровь. И вы знаете, в этот момент Иисус говорит, «Прости им, отче, ибо не знает, что делают». Нас иногда что-то маленькое постигает, такое ничтожное, «И мы уже не можем простить». А Иисус Христос говорит, «Прости им». Его убивают, Его распинают, а Он говорит, «Прости им». Какая любовь? Это самая великая любовь. В момент распятия сказать такие слова, когда были надсмешки, когда были издевательства, тут же разбойник рядом висит, и Он плохо говорит о Иисусе Христе. Он злословил Его, а о дорогой унимал. И вы знаете, И Он потом говорит, что, «Отче, помяни Меня в Царстве Божьем, вспомни обо Мне». Христос говорит, «Ныне же будешь со Мною в раю». Вы знаете, как чудно, братья и сестры, по одну сторону креста спасение, по другую сторону креста погибель. Так и сегодня мир разделен надвое. Крест Голгофа разделяет людей на две группы, спасенных и неспасенных. Средних нету. Где мы с вами находимся, я скажу, во спасение. Слава Богу! Хвала Христу! И покаяние разбойника, это был первый плод его миссии по искуплению рода человеческого. Вы знаете, после Голгофских страданий, номер один, это разбойник покаялся. Это первый. А потом последующие миллионы, и мы с вами в конце веков пришли к нашему Господу. Сотник, который руководил распятием, он прославил Господа. И он сказал, воистину он был праведник. Природа не могла смотреть. Солнце померкало. Сделалось землетрясение. Люди пришли в ужас. Люди бежали и говорили, что мы сделали? Так говорит история. Братья и сестры, какой жестокий народ. Разбойники мучились, но более всего мучился наш Иисус Христос как праведник. Он не сделал никакого греха. А люди смеялись, издевались. Какая жестокость. Братья и сестры, когда мы с вами грешим сегодня, мы тоже издеваемся, распинаем нашего Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам вести праведный образ жизни и служить нашему Господу искренно, правильно и верно. И я подчеркнусь великим благоговением и почтением. Слава нашему Господу! Аллилуйя нашему Господу! Достоин хвалы наш Бог! Братья и сестры, в откровении мы читаем, что достоин только наш Иисус Христос. Никто не достоин. Ни я, ни ты, ни президент достоин Иисус. Давайте скажем, достоин Господь! Слава Ему! Он достоин! Давайте мы сейчас помолимся. У меня есть побуждение помолиться и возблагодарить Господа за тяжкие страдания Иисуса Христа. Он страдал за нас, братья и сестры. Давайте помолимся. Перед тем, как мы будем приступать к великой святыне. Молимся! По границе стоишь ты в терновом венце, Туга спереди связаны руки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, Сколько жалостей к людям и муки. Братья и сестры, я сейчас прочитаю 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Как апостол Павел делал, он говорит, что «Я принял от самого Господа». «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас сломимое, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, сия есть чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Братья мои, сестры, мы будем делать так, как делал Иисус Христос. Мы будем молиться о хлебе, мы будем его преломлять и будем вкушать. Молимся. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, Хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя не сравненно больны, знай, что жертва для многих напрасна. Страшный час для тебя не сравненно больны, знай, что жертва для многих напрасна. Зорь любовью горел, озаряя врагов, сердце нежно обняв всех стремилось. Многим-многим понятно Христова любовь, и толпа над ним злобно глупилась. Но немногим понятно Христова любовь, и толпа над ним злобно глупилась. Дайте скипет ему на колени скорей Здравствуй, цари иудейские кричали. И затекшие руки Царя всех царей Краснеговую палку давали. И затекшие руки Царя всех царей Краснеговую палку давали. Братья и сестры, перед нами тело Господа Иисуса Христа. Это есть великая святыня. Я попрошу принимать с великим благоговением. Дети могут сесть, и те, которые отлучены, которые непримиренные с Богом, тоже садитесь, пожалуйста, вы не имеете права участвовать в вечере. Благословляю вас именем Господним. Принять как тело Господа Иисуса Христа. Бельею Его По колюшкам венкам И по вкалым ланитам глистали. И плевали в лицо, кровь стекала, щила, а они все сильнее насмехались. И плевали в лицо, кровь стекала, щила, а они все сильнее насмехались. Так страдал и добился Спаситель людей, Мир порожный над Богом и подбился. За тебя, о, мой друг, твой Спаситель страдал. За тебя, О, Так тяжко Томился За тебя, О мой друг, Твой Спаситель Страдал За тебя Он так тяжко Томился У Христа хочу стоять Созерцать душою Как сколковый плановят Мертвечок вековую У Христа, У Христа Честь своя и слава Там спасенье полного Там блаженство право У Христа Меня Мощи Благодать и сила И звезда Святой любви Будь моя Завила У Христа У Христа Честь моя и слава Там спасенье полного Там На блаженство право У Христа Открылся мне Круткий огнец Божий Он привлек меня Он привлек меня к себе Стал всего дороже У Христа У Христа Честь моя и слава Там спасенье полного На блаженство право У Христа Я буду ждать С верой и надеждой Пока Бог велит меня С верой и надеждой У Христа У Христа Честь моя и слава Там спасенье полного На блаженство право На блаженство право У Христа У Христа Честь моя и слава Там спасенье полного На блаженство право Также и чашу после вечерей Сказал Сия чаша Есть новый завет В моей крови Сию творите Когда только будете пить Мое воспоминание Мы будем молиться о чаше Братья и сестры Кровь Иисуса Христа Есть великая святыня Будем брать полный глоток Чтобы ни капли не упало Ни на одежду Ни на пол Будем благоговейно Участвовать в этом Но Он взял на себя Наши немощи И понес наши болезни Он и связан Мы за грехи наши И мучим Безогония Безогония Наказание мира наше Было для Нем Радами Его мы исцелились Радами Его мы исцелились Радами Его мы исцелились Радами Его мы исцелились Он истесуем был, но страдал за нас добровольно И не открывал лусь своих Был Он бесплатен Наказание мира дожило, было на нем Кровь Его святая нас обыла Кровь Его святая нас обыла Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни Он истеслен был за грехи наши и мучил за беззакония Наказание мира нашего было на нем Ранами Его выселились Ранами Его выселились Кровь Его святая нас обыла Ранами 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 Его святая нас обыла святой и а безбожий свят тебе мама ты взял вину мою проливший кровь свою теперь мая а с а а а а а 6 тебе а ты взял вину мою, проливши кровь свою, Тебе моя хвала, Тебе моя хвала. Ты все полезны, понес мои грехи, Ты сын Давида вовек. Ты пастыр добрых людских сердец, Ты есть начало и конец. Ты пастыр добрых людских сердец, Ты есть начало и конец. Свят, Бог, святые места, Огни с Божьим Тебе хвала, Ты взял вину мою, проливши кровь свою, Тебе моя хвала, Тебе моя хвала. Спаситель мира, вкусивший смерть за нас, Подавший тело и кровь. Я чище снега, мой греховый, Голгофский крест, Твоя любовь. Я чище снега, мой греховый, Голгофский крест, Твоя любовь. Свят, Бог, святый небеса, Огни с Божьим Тебе хвала, Ты взял вину мою, проливши кровь свою, Тебе моя хвала. Тебе моя хвала. Свят, Бог, святый небеса, Огни с Божьим Свят, Бог, святый небеса, Огни с Божьим Женщина. Свят, Бог, святый небеса, Огни с Божьим Imel afraid мы смел. У Божьим. Размеший. Джеки- mlém. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кровь Христа стекает струем, Ей, я сделан с неба билей. Да услышит Тебя Господь в день печали, Да защитит Тебя имя Бога Иаковлева, Да пошлет Тебе помощь из святилища, Из Сиона, да подкрепит Тебя, Да воспомянет все жертвоприношения Твои, И все сожжения Твои, да соделает тучными, Да даст Тебе по сердцу Твоему, И все намерения Твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, И во имя Бога нашего поднимем знамя, Да исполнит Господь все прошения Твои, И все сказали Аминь. Склонимся, возблагодарим великого всемогущего Бога. Сила моя в Тебе, Господь, Ты целяешь мою плоть, Мой всемогущий Бог. Где бы я ни был, Ты со мной, Слышу по вскруду голос Твой, Мой всемогущий Бог. Иисус, Отец Божий, Достоин имени Своего, Иисус, Отец Божий, Иисус, Отец Божий, Иисус, Отец Божий, Иисус, Отец Божий, Достоин имени Своего, Иисус, Отец Божий, Сила моя в Тебе, Господь, Ты целяешь мою плоть, Мой всемогущий Бог. Где бы я ни был, Ты со мной, Слышу по вскруду голос Твой, Мой всемогущий Бог. Иисус, Отец Божий, Достоин имени Своего, Иисус, Отец Божий, Достоин имени Своего, Иисус, Отец Божий, Иисус, Отец Божий, Достоин имени Своего, Иисус, Отец Божий, Иисус, Отец Божий, Иисус, Отец Божий,